Ну, вот, то борьба за выход в шина, в свитаре в шина, он, конечно, был намного слабее, просто намного слабее, ну, я уже был не так, видишь, но все равно пошел в работу, ничего он не делал, абсолютно ничего, я за ним донялся все 10 минут, так ничего и не делал, а судейство было такое. Значит, один был японец, второй был японец-бразильского происхождения и третий – евразийский. Ну, если я выиграю, я выхожу в шина на Катане. И чтобы этого не случилось, они со счетом 2-1 дают победу в шина. Так и остался. Ну, я хотел заметить только одно, что вот мы еще не успели приехать после соревнований в гостиницу, и все газеты, которые освещали Олимпиаду, отчету они сказали так, в финале должны были бороться советские спортсмены Степанов и Дугалин. Потому что Степанов, когда боролся с на Катане, он его бросил в чистый. Чистый был. Но, судьба распорядилась и началась, и далее выиграл он. На Катане сделал прием, выиграл в чистый. Ну, Олег Сергеевич был великолепен, и я ничего не могу сказать. Ну, хотя бы чуть-чуть плохой в его адресе. Единственное, что могу сказать, что эти соревнования – это совершенно другой уровень, другой ранг, другие нервы, но в чем что угодно. Там добраность должна быть, ну, просто идеальна. Просто идеальна. Я рад, что я попал в команду таких спортсменов. Я рад, что меня окружали люди, выступившие. Илья Вазаревич, и все те, кто работали нам огромное-огромное спасибо. А среди них и Степанов Станислава, и Супаченко Сергей, и группа ребят из Грузии, и группа ребят из Ленинграда. Ну, все те, кто принимали – это не наша победа, это успех. Успех на Олимпийских играх как оценили в стране, когда вы приехали? То есть это был ожидаемый успех или все-таки не ожидал? Нет, мы были хорошие. Мы были, знаете как? Мы были новички, никто на нас не смотрел серьезно, понимаете? Вот мы делали первые шаги, там, международные встречи и прочее, прочее. Вот первая поездка на Европу, на Европу, для приема экзаменов к нам приехала сборная команда Франции. Она, это было до 62-го года. Это вид спорта номер два во Франции. На соревнования приходят папы, мамы, дедушки, бабушки, со своими внуками, с детьми, и все болеют там, сидят на соревнованиях. У нас такого я не вижу ни в одном нигде спорта. И мы выдержали этот экзамен. Было три встречи, и мы везде выехали. А в 63-м году приехала для приема экзамена сборная команда Японии. И с ними мы трудились, тоже три встречи. Три встречи были, и получили все как надо, в полном объеме. И я, в общем-то, еще раз снимаю шапку перед своими тренерами в то время, в которое все это протисали, продумали, проверили. И самое главное, они делали правильный вывод. И не было такого вот в нашей сборной, что мы не знаем, кого поставить, в каком весе, чего. Заранее определили, и все спокойно трудили. И не было так. Может быть, я поеду. Нет, такого не было. Убрали психологический, психологическая подготовка была, она высочайшая. Никого не нервировали, не трепали нервы, ничего. Никого не было. И все, которые были с этим хорошими. Даже те, кто нам помогал выступать. Не даже, а очень. А вы, Илья Лазаревич, как это вообще возможно было из СССР следить за Олимпийскими иконами? Я эту ситуацию не помню, как мы следили. А чем занималась оставшаяся часть команды? Сидели около телевизоров и слушали, и около радио. Это шуток, конечно. Но оставшаяся часть команды поехала по своим местам боевой славы. И все с нетерпением ждали успеха. Ну, я могу сказать, что это был потрясающий успех. И сказать, что все такого успеха ждали, нет. Уверенности стопроцентной не было. Потому что все-таки это были первые олимпийские игры в истории вообще олимпиад по дзюдо. И в истории отечественного самбо тоже. Я напоминаю, что это все-таки поехали самбисты, а не дзюдоисты. Я хотел сказать, спросить. Вот много говорят разговоров и так далее. Вот все-таки на ваш взгляд. Ну, как бы говорят так, что успех олимпиады, ну, советских спортсменов на олимпиаде в Токио, это заслуга самбо. Самбо победило дзюдо. Так можно сказать? Да. 1-0. Без договора. На тот период, ну, ты пойми, Роман, значит, вот как можно человека, который 52-й год, да, ну, вот я буду про Рона говорить, 53-й год, 63-й год, 10 лет он занимается самбо. Ну, не 10, пускай 8, последние два года какие-то азы изучались под дзюдо, когда хотя никто не знал, как эти азы преподнести. Да, были вот эти встречи с венглами, там с японцами, все. Но человек кушает, который правой ложкой, рукой, чтобы начать левое кушать, очень много надо сделать, очень перестроиться надо. Поэтому все-таки база была самбийская, и все писали, что самбо победило на том периоде, самбо, советское самбо, не вообще самбо победило дзюдо, а команда, составленная из самбистов, победила, составленная из дзюдоистов других стран команды, и занят третье место. Этот результат был приравнен к двум золотым медалям. То есть сбор, например, по баскетболу или волейболу, тогда волейболисты тоже выступили, по-моему, выиграли первое место, она приравнивалась к полпобеде, то, что сделали четыре советских самбистов. А как улучшилось? Я закончил, по-моему, я закончил. И в классификации о присвоении званий, звание заслуженный мастер спорта, тогда, в то время, присваивалось только человек, который выигрывает Олимпийские игры. И вот наше руководство спорта, понимая, что эта победа была действительно достойна, присвоило вот этим четырем человекам звание заслуженный мастер спорта. Радовались все, как говорится, от мал до велика, и действительно, это были первые заслуженные мастера спорта по самбо в категории дзюдо, которая выиграла команда, которая... Я добавлю немножко. Вот у вас все время слово самбо. Так вот, я хочу сказать, что мы самбо продолжали занимать. И федерация дзюдо Советского Союза была организована в 1972 году. Через... 64-70... В 1968 году дзюдо не был на Олимпиаде? Не был, потому что не был в нихинальной программе. Практически через десять лет, через восемь лет. Продолжение следует...